Можете ли вы доверять своему замку? Ведь опытные руки вскрывают их за секунды. Боже мой, Михаил! И ты, понимаешь, ты такой беззахистный? Как понять, что именно ваша квартира следующая на очереди у медвежатников? Хорошая шторы, как правило, хитлеровка, которая на смысл. Боже, как они глубоко копают. И что поможет отпугнуть воров? Да я уже звоню, замовляю двери. В обеденное время, когда большинство соседей на работе, Татьяна Свиридовна вдруг услышала странный звук за дверью. Дергали двери. Я подивилась в глазок, они заховались. Я кричу, что вы хотели? Я думала, о те, что ходят сектанты. Когда те же отвечают, а те же заховались сюда за стенку. И давай обратно дергать ручку двери. К счастью, полицейские тогда быстро приехали по вызову. Я такая наляка, на меня труси все. Следователи еще собирали улики вокруг невскрытой квартиры. Как вдруг поступил еще один экстренный вызов в доме напротив. С 11 до 12 примерно в этот промежуток сломали замок. А летом у нас ограбили квартиру. Вот за этой дверью, да? Да. Я решила разобраться, почему из всех дверей в подъезде именно эти заинтересовали грабителей. И по каким признакам можно определить, что ваша квартира, упаси Боже, следующая. Посмотрев на этот дом, скажем так, профессиональный вор уже сможет оценить оптимально, какую квартиру он будет интереснее проникнуть. Михаил – эксперт по безопасности. Его основной вид деятельности – аварийное открывание дверей, когда замок заклинил. Или кто-то умышленно вывел его из строя. Где-то вот так это делается. Берем нагружатель. Вставляем его. Вставляем отмычечки. Нагружатель. И таким вот образом. Боже, открыли! Миша открыл замок в собственный магазин за считанные секунды. Конечно, не голыми руками, а специальными инструментами, которые, как выяснилось, купить легче, чем свежие яйца в базарный день. Сейчас докажу. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела узнать по поводу набора отмычек. Каких? Меня интересует универсальный набор. А, но именно этого набора нет, к сожалению, сейчас. Боже, вы слышали? А товарчик-то нынче расходится, как горячие пирожки. А какой вы мне посоветуете такой универсальный? Вы хотите универсальный, чтобы перфорированный английский открывало, да? Ну да. Можно взять вам либо за 100 долларов, там 18 штук их, стоимость 100 долларов, да, высылаем этот самый наложенным платежом. Если вдруг мне придется открыть на почте, там меня не арестуют на месте? Ну нет, это не оружие и не запрещено. Боже, аж страшно. Любой может, оказывается, заказать вот эти отмычки, которые так и называются. Для каких нужд, для каких целей, никого не волнует. Какие же замки вор вскроет одной левой? А какие действительно защитят ваш дом? Чуть позже рискованный эксперимент. Я и мои самые смелые коллеги, Настя Кошман и Рики, отдадим двери наших квартир в ловкие руки профессионала. Но почему же вор может выбрать именно вашу квартиру? Наличие кондиционеров, как правило, если несколько кондиционеров, то это, понятно, будет говорить о статусе хозяина. Утепление, как правило, это тоже недешевое удовольствие. Хорошие шторы, как правило, экипировка, которая находится. Слушай, как они глубоко окопают. Это глобальный анализ, порепанные плиты, погнутые карнизы и так далее. Куда не полезут, да? Побитые, да. В общем, если ваш балкон выделяется на фоне соседских, дорогой обшивкой и свежими стеклопакетами, возможно, вор уже готовится к вам в гости. А мы тем временем уже подходим к дому Насте Кошман. Если я не ошибаюсь, это вот где-то здесь. Напомню, ровно год назад в ее квартире побывали грабители. Короче, вот так, как заходила, мне кажется, вот так все и робила, так выгребала. И тут же у меня на куточку лежали золотые прикрасы. А все, а на шее зараз бижутерию нашу. С тех пор Настя, конечно же, сменила замки. Но насколько они надежны? Сейчас хозяйку вызовем. Настюша, привет! Здравствуйте, Наша. Вы что-то не передумали поучаствовать в эксперименте? Я вот специалиста пригласила. У меня янтиогон, видите? Что у вас там? Все закрывается. Казалось бы, камера должна отпугнуть злоумышленников. Но, по мнению Миши, такая защита очень условная. Бывают электронные декодеры, которые блокируют вот такие вот электронные устройства. По поводу замков. Смотрите, да, нижний замок действительно заслуживает внимания. То есть это сейфового типа замок, вот такой украинско-непропетровский замок. Боже, вот так прямо не глядя, уже оценили. Да, да, да. Молодец вы. Кстати, а вы знаете, какой у вас замок? Перед тем, как начнем скрывать квартиру кошман, я быстро объясню, как понять, какой тип замка у вас и насколько он надежный. Минута, две минуты, полторы, около 5-10 минут, в принципе. Если не профессионал, он где-то полчаса уходит. Пару секунд. Пару секунд? Да. Да он же такой огромный. Такой массивный. Сердцевина выламывается и открывается пару секунд. Всего-навсего. Внимание! Прямо сейчас возьмите ваши ключи от входной двери. А теперь смотрим на них и слушаем, за сколько секунд вор скроет ваш замок. Листовой замок скрывается, ну, как выключаем. Это такой замок, у которого вот такой ключ крестиком. По мнению специалистов, самый ненадежный. Безопасность не висит. Крестик. Если у вас такой же, вы просто напрашиваетесь на взлом. Замените его немедленно. То же самое ключи, так званая елочка, которой ключ нажимается. Ненесли безопасность абсолютно. Более надежными считается ключ-бабочка и перфорированный для цилиндровых замков. Но здесь есть одна хитрость. Если владелец находится в квартире, ему не нужно встали сейфовый ключ в замке. Он же ключ-бабочка. Есть специальный спецзахват. Спецзахват вставляет и проворачивает. Вы поняли? Так чаще всего попадают в квартиры ночью, когда хозяин спит и ничего не слышит. А грабители тем временем тихонечко обчищают квартиру. Совсем другая история, если у вас перфорированный ключ. Оставляя его в замке, вы наоборот блокируете любую отмычку. Но вернемся к моему эксперименту. Мы с Михаилом, экспертом по безопасности, уже на пороге у Насти Кошман. Давайте все-таки первый взгляд. Ну, двери красивые, а двум виднело, что можно сказать. И вот еще один совет. Оказывается, слишком хлипкий вид двери тоже ошибочное решение. Наркоманам это будет привлекатель. Так что, если у вас похожая дверь, вся надежда на замки. В любых дверях, наверное, было как минимум два замка. Расстояние между замками должно быть как можно, ну, хотя бы полметра. Не должны замки присутствовать так близко в одной точке. Почему? Потому что точка отжима могут ставить лом и отжать в одной точке сразу два замка. То есть, если расстояние будет больше, то отжать, соответственно, будет сложнее. Но Настя наверняка, как и многие, привыкла пользоваться только одним замком. Проверим, насколько это безопасно. Эксперимент, я здесь зачиняюсь. Ой, мне звонят как раз. Пока Настя будет разговаривать по телефону... Закрыла! Я включаю секундомер, а Миша уже примеряется к замку. Ой, мамочки. Это сувальдный замок. То есть, задача выставить пластины в определенной последовательности. То есть, есть нагружатель и есть инструмент, который выставляет пластины в определенной последовательности. Боже мой, Михаил! Стоп, 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 стоп. Даже минуты не было. 42, сейчас не успела даже нажать вовремя кнопку. Сейчас 45 показывает. 42 секунды. Ну, как видите, данный замок не является панацеей для безопасности. Вы даже не уявляете, как страшно захотитесь в квартире, когда вы скрываете твой замок, и ты понимаешь, что ты такой беззахисный. В таких случаях главное не теряться. Специалисты по безопасности рекомендуют громко кричать. Она говорит, что у меня есть оружие, я буду использовать его на поражение. И вызывайте полицию. Запомните, это очень важно. Не бойтесь, вот в этом случае ложь во благо. Вот придумывайте все, что у вас скуча, что надо говорить. Что я мастер спорта по карате, можете говорить там. Что у меня, думаю, сейчас большая собака, ее скучу. Я сейчас вызываю полицию и кричите, что пожар, что приличное внимание. У меня шок, я честно вам говорю, шок. Я не знала, что так сильно и легко это сделать. Не падай духом, все поправимо. Спасибо. Ну не затягивайте с этими процессами. Да я взгляд звоню, замовляю двери. Ну вот вновь. Так, пока ведь Настя заказывает себе новые двери. Мы едем с нашим супер профессионалом дальше. Михаил, ласкаво просиму. Вот, собственно, моя дверь. Вы не пугаетесь? Сразу видно, что она была после ремонта. Висусственная звонка, это тоже. Звонка. Звонка, да, пугающий фактор, правильно? Отпугивающий? Да, совершенно верно. То есть я рассказываю, почему. Потому что сразу видно, что вот такая дверь идет в ремонт. Еще пока что ценного нет в квартире. Подтверждаю, это чистая правда. Даже можно ее вдавить хорошо. Здесь стоит якобы броненакладка, которая, как видите, люфтует. В принципе, недопустимо. Вскрытие можно очень просто. Методом отжатия элементарно. Данная ситуация радует только то, что по статистике сегодня домушники редко применяют вандальный метод взлома, а предпочитают тихую ювелирную работу. Так вот, собственно, этот вот замок, это у нас какой тип? Ну это так называемый точечный компьютерный ключ. Компьютерный ключ, как красиво звучит. Ну давайте. Ой. Я опять включаю секундомер. И душа в пятках. Ну где-то вот так оно и открывается. Это просто крутишь, балуешься. Ах, подождите, боже мой, ну что это такое? Стоп, 30 секунд. Ну так оно и открывается. Ну так не честно, я вам скажу. До минуты где-то. Кошмар. Молюся, моя девочка, у меня зато сторож есть, сейчас я вам покажу. Я скажу, ну что это такое, поприходили тут. Хоть у меня замок и с ригелями по всему периметру, и с виду навороченный, на самом деле, китайского производства за 300 гривен. Специалисты в один голос утверждают, это плохой выбор. Из надежных считаются итальянские и израильские, а тысячи гривен и выше. Дальше вы узнаете, что делать, если вы не готовы заплатить пару тысяч за замок, но хотите чувствовать себя в безопасности, а также, какие хитрости нужно знать, чтобы отпугнуть грабителя. Тем временем эксперимент в разгаре, и мы с экспертом по безопасности уже на пороге у нашего реки. По поводу замков, говорю сразу, да, дверь красивая, стоит правильно, рыбий глаз, глазок, хороший обзор дает. Но стоят замки одного типа, то есть здесь стоят оба цилиндровых замка. Есть воры, которые специалисты только поднимут типа замков, соответственно, если просто стоят два типа, это уже будет как бы настораживать, да, и сложно не открыть. Вор, который спец по открыванию сейфового замка, может запросто сломать зубы о ваш цилиндровый замок. И наоборот. А у нас на очереди мистер Рикки. Привет. Его, кстати, тоже чуть не ограбили. Сперли ручку. Это я поменял уже ручку. Вот эту ручку полностью открутили. Она была, наверное, на саморезах. Да, да, да. Четыре такие. Надо показать эту панель. Вот такая штука у меня была снаружи. Я сначала подумал, что у меня обокрали. Ну, представь себе, ты приходишь домой, и у тебя ручки нет, дверь не можем открыть. Это паника. Мы боимся заходить в квартиру. Мы думаем, что там человек внутри. Вы не можете себе представлять, как это страшно. Поэтому лучше ставить дверные ручки со скрытым креплением. Это бронеручка. Чем она хороша? То есть она снаружи, она не снимается. Видите, она не снимается. Она прикручивается. Смотри, ручка несъемная. Подлезть никак. Правда, одна такая ручка стоит от тысячи гривен. И это даже без замка. А я уже готова выяснить, насколько взломоустойчивы цилиндровые замки Рики. В двух словах о замках. А как можно определить, на какой из замков закрыта данная дверь? По люфту. Послушав звук, можно сразу определить, что закрыта на верхней замке. Можно я уточню? То есть, если вдруг человек находится дома и слышит вот такие какие-то характерные телодвижения своей двери, это значит, кто-то его проверяет? Да, да. Поэтому у нас действует соответственно, как я рассказывал. И это сразу кричать, я умею каратэ заниматься, знаю, и у меня есть оружие. Я снова запускаю секундомер, а Михаил приступает к замку. Насчупываются пины и выставляются в определенный рак. Рики тем временем надумал выпить чаю. И, похоже, вообще ничего не слышит. Рики, я тебя поздравляю. У тебя целая минута и 0,9 секунд. Это много? Это рекорд. У меня 30 секунд. А то есть, я продержусь целую минуту, да, пока меня будут вскрывать? Круто. Еще раз показываю. Вот такой люфт. Ржавая ригеля в замке недопустима. Сейчас хочется одного самого надежного в мире замка. А пока мы вместе с Настей и Рикой копим деньги на новые замки, внимательно послушайте секретные способы того, как можно отпугнуть вора от вашей двери. Во-первых, эксперт по безопасности рекомендует наклеить на свою дверь вот такую наклейку. Даже если это неправда. Есть шанс, что вор просто поленится рисковать и переключится на дверь без наклейки. Часто смотрят в наличии грязи каких-то на полу, каких-то цемента, скажем так, крошка. Все это толкает на мысль, что здесь еще идет ремонт. Кстати, никто не мешает сымитировать этот ремонт, взяв обычную муку. Перед тем, как уйти, посыпьте тонюсенький-тонюсенький слой муки. О, смотри, получалось. Такой эффект ремонта очень полезен, если вы уезжаете из дома на пару дней. Но в этом случае очень важна аккуратность и фотографическая память, чтобы в случае чего можно было узнать на этом мучном полу следы возможного вора. Вернее, факт его присутствия. Если вы заметили что-то странное, кто-то топчется у двери, странные звонки, попробуйте схитрить и, так сказать, спутать вору карты. Дело в том, что перед тем, как лезть в квартиру, профессиональный грабитель всегда заранее изучает распорядок дня ее жильцов. Чтобы вбить в толку грабителя, постарайтесь время от времени нарушать ваш привычный график. Хотя бы пару раз в неделю приходите домой на полчаса или на час раньше. А еще попробуйте писать вашему незваному гостю вот такие записки. А что, вор ведь не знает, когда у меня начались 15 минут. Смешно, но поверьте, из двух дверей вор выберет ту, где записки нету.